не в каждой квартире можешь увидеть свои помещения вид сверху этот интерьером в целом совершенно самобытный назвать его определенным стилем нельзя было 74 но стало 85 ничего себе а это вам нравится это хорошо как красиво всем привет с вами канал дизайн интерьеры и сегодня мы побываем в гостях у моих друзей коллег дизайнеров ваня и лена черковых у ребят свое дизайн-бюро миллиметрика а сегодня они покажут свою квартиру в которой очень интересное двухуровневое пространство и много классных решений ну что погнали привет ребята спасибо что пригласили точнее я к вам напросилась даже привет на самом деле мы с ребятами учились вместе с вами вообще в одной группе на факультете архитектуры а лена оканчивала факультет дизайна но в той же академии ребята вместе еще со времен академии сейчас у них семья двое маленьких детей и очень красивая квартира спасибо большое очень лестно начнем с того что где находится квартира что вам было дано изначально что это за пространство это поселок мичоринский пригороде тренбурга три этажа дома нам очень хотелось необычной квартиры немножко может даже духа частного дома и на верхнем этаже было потрясающее пространство которое имеет два света здесь 85 квадратных метров точнее было 74 но стало 85 ого ничего себе такие хитрости когда мы получили квартиру это была отделка застройщика и тут было несколько проблем но конечно которые мы заранее обдумали перед покупкой квартиры сначала нарисовали планировку поняли что у нас все функции помещаются и только после этого решились на покупку мне кажется это очень правильный подход ключевые проблемы первое это когда мы входим в квартиру мы попадаем сразу же в общее пространство кухни-гостиной верхнего этажа то есть у нас вход и сразу все пространство мы решили поставить такой акцентный шкаф при входе который стал частично закрывать вид на входную дверь грязную зону получили мягкое место ближе к общей зоне кухни-гостиной у нас в целом все сложилось вторая проблема это зона кухни она небольшая и она тоже двухсветная нам казалось странным потому что если поставить кухню у нас к шкафы создадут линию на которой будет скапливаться пыль а выше будет такое колодезообразное вытянутое пространство мы решили сделать перекрытие над кухонной частью мы подумали что он неплохо бы иметь свой кабинет мы решили работать трудоголики да и как бонус получили еще около 9 10 квадратов нашего кабинета круто вы как дизайнера у вас наверно был а большой простор поле для выбора в каком стиле сделать помещение да как оформить все-таки чего хотелось получить и почему этот интерьер он в целом по совершенно самобытный назвать его определенным стилем нельзя наверное это какие-то наши впечатления с детства любовь к природе любовь к образному мышлению все это сложила этот интерьер наверное так прикольно расскажите про кухню как вы с ней поработали для нас остров это центр притяжения всей семьи он у нас соединен с обеденным столом и возможно отчасти напоминает корабль который плывет под небом и из этих облаков спускаются вот эти лучи прекрасное солнце и в общем как-то так мы пытались здесь мыслить круто материал острова очень классный интересный прям такой натуральный что это за материал остров сделан под заказ мы смонтировали на месте каркас там была основа то есть обвязка из бруса следом эта обвязка зашита гипсокартоном и поверх мы наклеили запиленный заусовкой под 45 градусов керамогранит формат камня подбирали таким образом чтобы было как можно меньше швов керамогранит у нас от фабрики атлас конкорда почему остановились на этом материале потому что он высокореалистичен расскажи про функционал кухни как у вас что устроено и может даже несколько советов потому что очень многих интересует как грамотно организовать кухонное пространство кухня у нас организована таким образом чтобы все технологические процессы они были максимально удобны и чтобы приходилось сделать минимум шагов первое на что стоит обратить внимание это расстояние между островом и кухня но должно быть в границах метра 100 метров 200 здесь в этом плане нас очень хорошо все получилось все то что завязано с готовкой она организована и хранится здесь у нас выдвижные ящички которых хранятся все манипуляторы столовые приборы кухня начинается с холодильника он настроенный дальше строена посудомоечная машина рядышком находится шкаф для хранения посуды очень удобно сполоснуть распределить посудомоечную машину и убрать шкафы хранение бытовых приборов кухонного комбайна ну и то что связано с напитками он находится на столешнице чайник кофемашина а эти что говорю ремонт это дело очень серьезное тут вообще аккуратнее надо быть вот у моей подруги случилась одна что такая история купили они с мужем квартиру она забеременела они выбрали себе прикаду для ремонта и те конечно же клялись что закончат ремонт к появлению малыша ну и что ты думаешь она родила они еще половина не сделали сын уже бегать ножками начал когда подруге дошло что с ними расторгать договор надо а договор был а договора не было а все почему потому что посоветовала другая подруга они теперь даже не общаются ой ну и наплюхались они тогда с этой квартиры сейчас вторым беременным так я им говорю идите в метр квадратный хватит экспериментов ну что думать счет официальных банки есть есть деньги в надежном месте надежном бригада работает проверенная ну конечно контроль на каждом этапе имеется имеется легко с гарантией и без нервов будут четвером уже жить в новой красивой квартире а все почему потому что даша знает кого советовать ты запиши там себе метр квадратный да да квадратный и посмотри их сайт советовать тоже всем будешь здесь у нас освещение рабочей поверхности все источники освещения в нашем интерьере теплого спектра как вы монтировали кухонный фартук он же у вас тоже из керамогранита мы монтировали камень до установки кухни он выполнен с небольшим запасом для того чтобы кухня подошла максимально чисто и аккуратно кухонный гарнитур для нас выполнила как и всю остальную корпусную мебель фабрика без интерьер это замечательные ребята из екатеринбурга которые умеют работать с самыми сложными объектами идеями идеями да и мы не стали исключением а кто для вас изготовил вот этот необычный светильник светильник мы делали сами своими руками это по сути медные сантехнические трубки при их используют для хорошего водопровода но мы сделали здесь светильник вклеили небольшой цоколь для маленького светильника стадионного прокинули проводочки в внутри трубок подключили лампочку сверху мы просто сделали бруски внутри перекрытия просверлили их под углом вставили трубки и проклеили внутри провода собрали под распред коробку вывели внешний раскрыт коробку поставили блок питания и все вуаля светильник готов так просто расскажи про решение облицовки потолка которая является еще и перегородкой мы сделали бруски они немножко разного размера мы сделали какой-то определенный паттерн чтобы он повторялся и в то же время не прочитывался чтобы он давал красивый светокиневую картинку он же этот потолок это наше облачко оно перешло и в ограждение получилась такая светопрозрачная хорошая перегородка очень удобная когда кто-то работает кто-то готовит нужно переговариваться очень классно телевизор гостиной где он у вас телевизора у нас нет у нас есть проектор и есть экран который мы замаскировали за шторами да над окном он раздвигается и соответственно здесь получается очень хорошая большая панорама и сделали напротив дивана два кресла чтобы можно было сесть поговорить что-то показать посмотреть это место для теплых бесед здесь и про кино здесь и про какие-то семейные теплые вечера и про тусовки с друзьями то что мы на самом деле больше всего на свете любим у нас был образ такой который связан с нашей учебой в архитектурном институте образ греческой древней архитектуры почему-то заполнилась вот эти вот разрушенные храмы с канелюрами и вот этот образ он навеял нам такую панель такую текстуру нашего шкафа собирали из фанеры и брусочков очень странные брусочки это коробчатый профиль стандартной деревянной двери вот это решение дизайнерская а я еще обратила внимание на отделку вот этой стены долго искали нашли мы ее в автомагазине эта штука предназначена для приклейки на потолок она мягкая она имеет поролоновое основание и мы приклеили ее на стену на обычный клей спрей классно очень крутое решение издалека выглядит просто как декоративная штукатурка не учесть такой очень важный эффект который нам нравится она очень хорошо поглощает звук как шторы она создает хорошую акустику в помещении давай вернемся в прихожей ты расскажешь как там организовано все пространство то давай это стандартный шкаф языке длиной 2 метра глубиной 60 сантиметров двери купе здесь находится гардероб мой и гардероб верхней одежды у лена гардероб вверху прихожая нас организована такие стандартным джентльменским набором пофиг подвесная консоль и конечно же зеркало в полный рост что можно было себя посмотреть перед выходом выйти наше решение с отделением шкаф также немножко и отделяет наш вход в санузел получается не напрямую из кухни гостиной у нас появилась ниша и у нас появилась такая рамочка которая вписывается в эту нишу и она организовывает такое пространство для утренних процедур столешница выполнена также как и на кухне из массива ясеня и накладная раковина также мы здесь сделали такие свисающие светильники лучики света утреннего как у нас надо беденной зоной и прачечный узел большой шкаф с одной стороны стиральная сушильная машина и пиливая корзина здесь уже такие вещи для глажки запасная химия другие уборочный инвентарь напротив основного санузла расположен блок с детской а также второй санузел также в этом крыле располагается библиотека под библиотекой у нас располагается скрытый технический шкафчик в котором спрятанные прибор учета какие-то строительные вещички далее мы попадаем в детское пространство это комнатка для нашего сына и дочки у детей здесь свой лофт двухуровневый так как баню нас архитектор здесь он немножечко порадовался и попробовал придумать некую такую интересную конструкцию у нас ребятки они очень любят это место и можно везде обойти обижать здесь них завязываются игры фантазия такая конструкция это такой небольшой заборчик до импровизированный для того чтобы у малышей здесь была возможность разместить какие-то детские работы на этом доме кран большая стройка есть такая мечта что сын с дочкой станут возможно архитекторами дизайнерами здесь пытались их окружить такую атмосферу очень творческой это лего эта часть дальнейшем планируется по то чтобы дети здесь вдвоем обучались да через какое-то время соответственно здесь в скором времени станет стол прикольная игровая зона где могут храниться книжечки детки очень любят к ней подходить все в открытом доступе и соответственно у них очень быстро завязывается вот эта игра мысль какая-то творчество воображение прикольно вообще класс второй санузел который включает в себя душевую в строительном исполнении еще один унитаз и рукомойник я предлагаю тебе рассказать про второй этаж покажешь нам с удовольствием поднимаемся на второй этаж и первое что у нас здесь встречает это световая инсталляция выполнена по мотивам работ казимира молевича эта штука она работает как скульптура и как арт-объект в выключенном состоянии во включенном состоянии это атмосферный светильник который создает вечерами здесь определенную цветовую и световую атмосферу окутывает теплым свечением и работает вообще на два этажа вот здесь вообще такой вид классный не в каждой квартире можешь увидеть свои помещения вид сверху весь второй этаж посвящен нам с ваней небольшая зона отдыха спальня а также кабинет спальня как красиво очень необычные световые элементы которые работают по принципу отраженного света для того чтобы вечером в приятной очень мягкой световой атмосфере можно было полежать почитать книжечку плавно здесь такой немножечко наш семейный очень уютный уголочек с каким-то кусочком истории нашей личной из архивов очень симпатичные крестницы эти кресла от чехословацкого дизайнера мирослава навратила они необычные тем что они достались нам по наследству насколько я помню это 50 и десятые годы кресло нам перетянула и отреставрировала компания марсала но который занимается мягкой мебелью они нам тоже изготовили здесь банкетку очень классную мы выбрали очень уместный и контекстный для дизайна тех годов материал это букле прикольно ну и полноценный офис здесь все посвящено нашей работе с интерьерами приятная очень рабочая зона которая легкая воздушная все очень комфортно здесь располагается ваня потому что он повыше а в более низкой точке с катик кровли да вот располагаюсь я правда сейчас я думаю что мы полностью будем работать в офисе да а это место оно это место будет гардеробной большой перспективе очень классная квартира вы молодцы спасибо огромное уверенно вам понравился обзор смело задавайте вопросы ребятам в комментариях а также заглядывайте в их инстаграм дизайн-бюро миллиметрика и не забывайте про инстаграм нашего канала не забывайте про лайки чтобы сохранить данное видео в понравившихся подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик чтобы не пропустить наши новые видео до новых встреч пока пока